Всем привет! С вами Нильф Горн и наконец-таки благодаря одному человеку, который дал мне аккаунт, у меня появилось возможность поиграть в Sky Saga. Блин, и игра поражает. Я сразу могу сказать, что игра круче Майнкрафта. Сейчас в данном случае я говорю о ванильном Майнкрафте без модов. Во-первых, графика. Это, блин, это круче в несколько раз, потому что, ну вот, это мое мнение, исключительно мое мнение, пожалуйста, не придирайтесь к нему. Во-первых, вы изначально выбираете три расы в данном случае. Этого я не могу показать, потому что начать заново я не могу, потому что это MMORPG, то есть здесь нету такого, что пересоздать персонажей или что-то в этом роде. То есть вы создали вот персонажей и все, им бегаете. Возможно, потом появится какой-то прибор, который будет менять. Здесь я появлялся и мне сразу дают задание там добыть дерево, добыть камень, добыть то, добыть все. Это очень круто, это впечатляет. Во-первых, говорим о графике. Графика, по-моему, просто идеальна. Ну, то есть, вот такого жанра игры, ну, шикарно. Вот мое мнение, это шикарно. Огонь, посмотрите, огонь какой. Он весь из кубицев состоит. Он весь, прям вот видно, что там вот прям вот переливает эти кубицы. Растения, посмотрите, просто шикарная графика, шикарно это все сделано. Вот так они падают, вот так... У меня нету слов. Я, мое мнение, что эта игра, она просто, если, конечно, ее не будут забрасывать, если ее сделают доступной и тому подобное, она порвет Майнкрафт просто вот в какашку. Конечно, если она будет развиваться. Животное, блин, дроп. Просто здесь так все это шикарно сделано. Сразу все понятно. Рюкзак R. Буква U у нас книжка, то есть, можно прям нажать вот так вот. Я, кстати, выбрал там три расы, там ящери, ящеры, люди и типа тигров, то есть, ну, кошек каких-то. То есть, такого жанра персонажей очень классно. Можно лица менять, окрас кожи и тому подобное. Так вот, что не хватало в Майнкрафте и вообще во многих песочницах, и на что я часто очень жалуюсь, это вот, вот так вот можно поменять, оказывается. Вот так вот выглядит мой персонаж. То есть, это крафт, незнание крафта. То есть, надо было обязательно в Вики смотреть, обязательно что-то искать. И здесь же нет, вы, все, есть книжка, в которой все можно посмотреть. Во-первых, когда вы нажимаете R, вот ваш инвентарь, вот рецепты, которые вы можете крафтить. Можно нажать U, и здесь целая энциклопедия. Что, куда, зачем, где можно найти, для чего при описании все это есть, все в картинках, все понятно. Блин, и это реально круто. Следующий момент, это держать кирку и факел в одной руке, право и лево. Это просто шикарно, это просто вот элементарнейшая вещь, которой не хватало в Майнкрафте. Вот, я сейчас говорю о плюсах, и о минусах я вообще сегодня не буду говорить в этой игре, потому что я их не увидел за короткое время. Я поиграл в нее 10 минут, и у меня столько эмоций, у меня просто зашкаливают эмоции, потому что игрушка меня просто впечатлила. Валяется дроп, вот, ну вот, пожалуйста, вот. Очень много предметов валяется поначалу. Здесь вот был разрушенный такой вот дирижаблик, его надо было починить, и тогда у вас появилась функция добавить друга. Там дальше еще кое-какой прибор починить, и тогда появилась функция фотографировать. Курочки просто, ну вот, блин, ну это же круто, это же не квадрат ходячий, не куб там. Вот, умерла, все. То есть еще раз ударяем, вот, перышки. Ребят, это... У меня слов нет, игрушка очень впечатляет. Блоки выпадают, они даже не то, что квадратные, они прям, ну, не кубические, они какие-то очень приятные на вид. Графика очень приятная, яркая, красивая. Строить, постройка здесь тоже очень простая. Берем блок, либо на правую кнопку мыши, то есть, ну, вот в этом первом слоте ставим во второй слот, то есть под правую руку, либо просто в следующем слоте ставим, допустим, в любую руку, да, и выходим, и начинаем строить. Здесь это очень просто, то есть, ну, эта система такая же построить в Майнкрафт. Кто говорит, плагиат или похожая на Майнкрафт, или там, фу, украли в Майнкрафт? Нет, ребят. Майнкрафт просто был первый идеолог этой идеи, вот этой постройки такой системы игры, песочницу. Остальные просто не копируют, а продолжают эту эпопею этого жанра. Как видите, у меня даже есть задание найти еще там вот кусок мяса, найти какую-то пластинку металлическую, ткань, листки, очень много всего. Дальше, кстати, я вот буду рассказывать просто, что я проделал, и я не знал, что этого нельзя будет повторить. Может, как-то можно, но я просто этого не знаю. Меня послали дальше искать, найти железо, и здесь было вот так вот, вот я такой прихожу, здесь так темно, факел спускаюсь, и вот туда, и прям вот, прям, вах. Смотрите, ресурсы подсвечиваются некоторые, то есть вот, вот, сейчас залезем, вот ресурс, то есть подсвечивается. Вот ресурс так ресурс, прям видно, что это игра теней, света, все работает. Уже мной сделанная печка. Шикарная, ребят, просто шикарно сделана. Также вот устройство, которое вы потом почините, и тогда у вас появится возможность фотографировать. Также вот, вот, материал. Это железо, ну, то есть, пожалуйста, добыли. Просто шикарнейшим образом, и потом, после иного определенных заданий, мне давали сделать из вот этого зеленого ресурса такой вот сюда вставляющийся механизм. Давайте его найдем. Его потому что нужно в руки взять. Тут даже добавить нечего. Это просто эпично. Это просто выглядит шикарнейшим образом. Это вам дефиолетовый портал в ад или в подземелье, как там, в Незер. Это круче в несколько раз. Когда при загрузках тут предлагаются варианты, то есть, я так понимаю, фото просто, ну, какое вам нравится или какое нет, то есть, ну, как-то так. Очень тоже хорошая система в том плане, что вам не скучно пока, что вы... Идет загрузка. И вот вы попадаете, я так понимаю, я точно не буду утверждать или, там, доказывать, что это вот это или то. Я не знаю, но мне так кажется, это именно мир, в котором вы начинаете играть и развиваться, потому что здесь вот так же бегают игроки. Здесь уже более множество всего. Здесь уже есть и вот и мельница, то есть, уже, притом, постройки здесь есть. Они просто, то есть, их никто не строил. Они уже существуют просто в этом мире. И это круто, ребят. Давайте походим немножечко короткое время, пока у меня есть пещеры, конечно же, прямо в которых вообще ничего не видно. Я в них пока не буду спускаться, потому что довольно-таки страшненько и ужасненько. Есть также чат, конечно, на Enter нажимайте, и появляется чат, притом очень даже симпатичный. Мне больше он нравится, чем в Майнкрафте. Ну, о графике судите сами. То есть, вы можете просто посмотреть, что из себя представляет графика и просто сами делать выводы, потому что говорить о графике здесь как-то даже уже неинтересно. Итак, видно, что это все симпатично выглядит, это все мило, красиво, блин, и самое главное, приятно на вид. Ой, я туда вот не могу забраться. Это приятно все на вид, и все выглядит классно. Вон, кстати, волк первый. Нет, я уже убивал волка, но вот... То есть и враги есть. Хотя бы понятные мне. Что ж такое-то? Куда ты? Пластинка, я так понимаю, это кожа волка, или как-то так. Давайте пойдем дальше исследовать. Крафт. Какой же здесь крафт? Конечно же, чем я был недоволен вот вообще в многих таких в песочнице игр. Когда вот вы появляетесь вот так вот в каком-то мире, да, там, любой игры, жанра песочницы, и вы начинаете... Ой, человек тоже. Хе-хей! И говорит, вот, двумя мечами, ничего себе. Тигр какой-то. Вы начинаете, и вам непонятно ничего. Вы вот там дерево начинаете рубить, или там еще что-то добывать, пытаясь разобраться в самой игре. То есть, где что можно добыть, что не добывается, что... добывается. Здесь же это все прям понятно. Здесь сразу это все элементарно. Жмем R. Вот крафт, допустим, первый. Че это такое? А, я сижу, типа, как будто бы... Странно, не понял. Вот. Хм, странно. Какой-то баг был. Берем костер. Вот его крафт. Так, здесь даже подсвечивается в инвентаре, что для этого нужно. Блоки камня. Факел один. И крафт. Та-дам! Есть костер. Есть, есть. Так, давайте мы еще сделаем печку. Пятнадцать камней нужно. С крафтем. И ворк, бенч сделаем. Ну, здесь легко. Здесь просто доски. То есть, не нужно каких-то крафтов искать. Это, конечно, круто с одной стороны, но тогда просто дайте какие-то рецепты, которые нужно находить, чтобы эти крафты можно было сразу изучить. Пожалуйста, вам костер. Здесь, притом, смотрите, он сразу у меня лег. Он моментально лег. Компания. То есть, компания, которая вокруг бегает. Я так понимаю, ребята. Да, похоже. Так, давайте еще что-нибудь построим. Посмотрим, как это все выглядит. Потому что, блин, я вот давно у меня не было такого, чтобы вот игра так вот столько эмоций у меня было от игры. Сундук можно крафтить. Так, отлично. Стол, стулы и куча всяческих предметов, на которые, мне похоже, пока просто не хватает ресурсов. То есть, дерево есть, но вот здесь не хватает металлических камней каких-то. То есть, смотрите, статуи Карвин Стон. Кровать, похоже. Какие-то предметы, которые вообще еще не изучены. Потом блоки. Вот два вида блоков. Потом еще. Генерал, это пластины металлические. И вот что-то починить. И еще что-то какое-то дополнительное. Так. А давайте попробуем фальтел поставить. О, отлично. Отлично. Отлично это все выглядит. Блин, тени. Вот очень классный график. Ребята, у меня... У меня, честно, у меня нету слов. Меня это очень впечатляет. И... Я прям хочу релиз этой игры, потому что даже, ну вот, к сожалению, мне не дали никакого доступа к этой игре. Пришлось вот так вот воспользоваться аккаунтом человека. Так. И здесь в печке можно металлические пластины делать и так же болты можно делать. Угу. Ну, по крайней мере, я их могу сделать. Кристаллы можно делать. Это у нас что как? Металбаклы. Скорее всего, устройство еще для следующих каких-нибудь крафтов. В принципе, это все можно посмотреть. Подразделы есть. Смотрите, здесь даже вот есть и... Ну, очень много рецептов не открыто. Вот, пожалуйста, могу, к примеру, стрелу сделать. Ее можно делать на кузнечной наковали. А, анвил. Вот. А ну-ка, я же ее могу делать, вроде бы. Просто мне чего-то не хватает. Металл вайт. Вот. Квад... Металли... Блоки металла не хватает. Вот. Вот этот металл ора нужен. Но у меня его 12. То есть, очень много металл ора нужно. Давайте, пойдемте поищем, потому что очень бы хотел скрафтить и вообще начинать развиваться, потому что я с удовольствием в нее поиграю. овечка спала. То есть, она не просто там бегал днем и ночью. Она еще и спала, к тому же. Вот это круто. Ребят, это круто. Это поистине круто, потому что я не ожидал от этой игры такого. И... прям очень хочется, чтобы побыстрее был релиз, чтобы побыстрее можно было в нее поиграть, насладиться в полной мере. Не знаю, как здесь расположены миры, как здесь расположено вообще все, потому что ну как-то вот здесь вот три человека бегают. Есть ли другой какой-то мир, в котором бегают также люди, то есть, появился ты там на каком-то острове, потому что это все-таки острова. Факел чей-то стоит. То есть, это все-таки острова, налетающие в небе. Кстати, карты есть? Нет, ну вроде, на М по крайней мере ничего не нажимается. Вот, пожалуйста, вам грибочек, который, кстати, можно скушать и восстановится здоровье. Но, в принципе, это и так понятно. Какое-то вот еще растение. Когда вы что-то находится новое, в книжке появляется описание этого растения, то есть, вот, а Cotton Seed, Cotton, это, по-моему, типа, вот, и можно квест получить, за который вы что-то будете получать. Я, на самом деле, еще не разобрал, что это конкретно. Но, факт остается фактом, что вы что-то можете получить. Ух ты, ух ты, ух ты, это что-то типа каньона какого-то. Блин, тени вообще шикарно играют, то есть, ух ты. Это не то, что каньон, это просто, по-моему, провал, провал в небе, потому что ни кораблей, ни морей я здесь, ну, жидкости какой-то не видел, именно, то есть, провалы. Что-то я опасаюсь туда прыгать, на самом деле, боюсь, что там будет конец и смертьушка моя. Вот далеко не видно, к сожалению, потому что ночь далеко не видно и непонятно. Я так понимаю, что островки здесь не очень большие и по ходу наших приключений мы сможем передвигаться с острова на остров каким-нибудь, наверное, способом, ну, исследовать, находить новый материал тем самым или обустраивать этот остров. Насчет пвп я не знаю, поэтому ничего не могу про него сказать, к сожалению. Но я думаю, я еще много серий выпущу по этой игре, потому что игрушка, блин, о, еще какое-то растение не следовало. А, это тоже гриб, просто он немножечко другой. Отлично, то есть даже грибы двух видов, ну, ладно, в Майнкрафте тоже два вида грибов, не будем придираться. Какой-то странный звук я слышал. также здесь можно найти сундуки, по крайней мере, я находил сундук, в котором лежал дроп, и можно было бы им воспользоваться. Физики, ну, физики нету, да, ладно, не будем, как бы, говорить об этом, физики нету, то есть, также деревья и блоки у нас будут висеть в воздухе, что, в принципе, не страшно, я не вижу ничего плохого в этом. Хорошее место вот здесь прямо можно с краешку обосноваться, ребятки. Я, наверное, здесь и начну. Даже блоки ломаются очень классно, вот, мне очень нравится, и атмосфера, вот, атмосфера вот этого какого-то аборигенства, она очень мне нравится здесь. Она здесь именно присутствует. Сейчас, по-моему, человечек ко мне, ну, вот, прибежал. Даже сам персонаж очень хорошо и интересно сделаны, то есть, как видите, ну, у них нет соединения рук-ног, но все равно симпатично смотрится. Необычно, по крайней мере, не квадратные головы персонажи, это уже хорошо. Так, давайте здесь немножко обустроимся. Я, наверное, здесь и буду строиться, потому что мне нравится, во-первых, то, что здесь и наверх можно будет, то есть, что-то построить. Давно у меня такого не было, чтобы вот игры этого жанра вызывали такие ощущения, как вызывал Майнкрафт в свое время поначалу. И вот здесь вот это присутствует. Ничего себе. 50 камней нужно набрать квест. Кстати, у меня до сих пор висит какой-то квест, то есть, по земле можно выполнить его. Глину, глину нужно найти. Смотрите-ка. Я так понимаю, что из глины что-то можно делать. Вот глина, похоже. К сожалению, если наводить на блоки, то не показаны, что конкретно это за блоки. Это вот небольшой минус. По поводу травы тоже не знаю, будет ли она... Нет, я не хотел. Так вот. Я хотел вот так вот. Хорошая система постройки. мне нравится. Так. Факел поставим. Ой. Так. Факел давайте вот сюда вот поставим. Вот. Сюда вот. Как раз очень симпатично все. Прям будем здесь обживаться. Ну, для начала, по крайней мере. Мне кажется, будет очень симпатично в конце все это выглядит так. Непривычно немножечко непривычная немножечко система постройки. Хотя вот, если присмотреться, я там внизу что-то вижу. Типа, как будто бы что-то вроде воды. Но, не знаю, ничего не могу по этому поводу сказать. Не знаю, по поводу саженцев ничего. То есть, можно ли какие-то саженцы сажать. то есть, вот это вот Юкатан Эквип выходит. Чего? А, нельзя типа семечки идти. Так, ну, в общем, разбираться и разбираться, конечно, в игре нужно. Я немножко затупил. Ничего страшного. Так, с любой игрой разбираться я буду поначалу. Все равно, конечно, своей динамикой и как бы разбираться в игре каких-то моментах в том плане, что для чего, как и зачем и почему работает. Это, конечно, тоже очень важно. Хотя бы по тем моментам, что вот можно ли сажать деревья здесь или нельзя сажать деревья. Я еще раз благодарю человека. По-моему, его зовут Александр. Давайте я точно знаю. Нет, его зовут Андрей. Фамилии я не буду говорить, он и так знает, о ком я говорю. Большое тебе спасибо, что ты дал аккаунт для того, чтобы поиграть и посмотреть эту игру. Я постараюсь за небольшой короткий промежуток времени, пока идет бета-тест, поиграть в нее как можно больше, как можно дольше. К сожалению, мне не дали свой аккаунт. Заразы, жаденые. Но ничего страшного в этом нет. Я надеюсь, что эта игра нас удивит и будет прям конфеткой в результате. И я постараюсь побольше по ней снять серий. Ну и если вам понравилось, ставить как можно больше лайков, потому что игрушка стоит того, чтобы в нее поиграть. Лично мое мнение прям 10 из 10. Геймплей отличный, интересный. Вид, графика, тени, крафт, все присутствует, враги присутствуют, персонажи сделаны отлично, багов никаких. Я вот буквально вот что поиграл, ни одного бага или глюка какого-то не увидел. Все выглядит просто шикарно. Нарисовано прям в отличном фэнтезийном таком стиле. То есть просто супер. Ух ты, какой большой островок я себе выбрал с краешку, но все равно. Кстати, как раз таки можно посмотреть, есть ли здесь море. Нет, здесь, по-моему, нету моря, здесь есть вот как какое-то пространство синее. Не знаю, можно ли вот найти острова, потом будет добраться. Этого я тоже не знаю, ребятки. Так что будем тестить, все смотреть. Я обязательно исследую весь остров, посмотрю все, потому что очень интересно, что же его там и там, и там, и там, везде, везде, везде. Потому что также здесь есть постройки, и во-первых, вот это вроде бы замок прям таки целый, да, это прям таки замок впереди вроде бы. Да, это целый замок, невероятно. И я уверен, что эта постройка не человеческая, а как бы именно игровая постройка, то есть вполне там может что-то находиться. Но это уже в следующей серии, так что с вами был Нильвгорн, и замечательная игра. Оставайтесь на моем канале, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok